Дорогие зрители, участники, всем привет! Сегодня стартует первый этап конкурса Мистера Губ Смит 2021 года – дебаты. Дебат является одним из самых сложных испытаний, ведь ученые говорят, что страх публичных выступлений является вторым после страха смерти. Сегодня мы докажем, что каждый из нас способен победить этот страх и побороться за титул Мистера Губ Смит 2021 года. Здесь собрались самые крутые и решительные ребята – Алин Алимов, Юрий Самоходский, Хасан Таиров, Роман Гучин, Василий Соколов, Даниил Макеев, Тимофей Михалев, Руслан Зубакин, Николай Добряков, Михаил Максимов и Аюр Чуньжуру. Напоминаю, что проголосовать за понравившимся участникам можно в историях инстаграма RSOPLIFE после окончания дебатов. Итак, победитель дебат будет определен по вашим голосам и по оценкам жюри. В состав жюри входит председатель студенческого парламентского клуба Ругуб Смит Алина Болдырева, организатор регионального этапа конкурса, министр студенчества в городе Москва Иван Карпов, начальник управления социальной политики, развития спорта и связи с общественностью Андрей Михайлович Жданов и проректор по спортивно-воспитательной работе Дмитрий Михайлович Голиков. Итак, представление участников конкурса и членов жюри мы закончили, и теперь я с удовольствием передаю виртуальный микрофон нашим участникам. Guten Abend von Alle. Всем добрый вечер. Итак, меня зовут Алимов Ален Александрович, и я уже два года обучаюсь в университете. Я обожаю это место, государственные центральные ордены Ленина, университет физической культуры. И что я могу сказать? Ребята, за два года я познакомился с огромным количеством людей, и я действительно являюсь патриотом своего университета. Я хочу выиграть этот титул благодаря вашим голосам и вашим лайкам, репостам, я не знаю, как это будет происходить, но могу сказать сразу. Люди здесь изумительные, преподаватели здесь отличные. И действительно, я хочу олицетворять это замечательное место, и аккумулировать энергию и позитив всех этих прекрасных людей. Я плюну каждому в лицо, кто скажет, что РГУФСМИТ недостоин или находится на ниже уровне, чем МГУ или МГИМО или РУДН, потому что это действительно достойное по образовательному и по социальному формату образовательное учреждение. Спасибо всем. Для приветственного слова микрофон передается Юрию Самоходскому. Привет, меня зовут Юрий. Я не знаю оппонентов, но я знаю себя. Поэтому я стану министром РГУФСМИТ 2021. Итак, слово передается Михаилу Максимову. Да, всем привет, дорогие участники. Огромная честь сидеть здесь. Очень прикольное мероприятие, на мой взгляд. Немножечко расскажу о себе. В общем, спортсмен. Учусь на первом курсе кафедры лёгкой атлетики. Занимаюсь спортом уже 8 лет. Лёгкая атлетика, как ни странно. Помимо этого, занимаюсь много всем интересным. Учился в школе радио телеведущего на Павелецкой. Закончил курсы. Также принимал участие в съёмках различных передач. И учусь РГУФКе. Мечта была стать тренером, каким-то даже членом, может быть, в спортивной деятельности. Так как спорт для меня это очень многое. А здесь очень прикольное, интересное мероприятие. И мне захотелось тоже поучаствовать в нём. Вот. Мой кумир — это Арнольд Шварценеггер. И он был мистером Вселенная. А я буду мистер РГУФК Смит. Почему вы и нет? Спасибо большое, Михаил. И теперь наш виртуальный микрофон передаётся Василию Соколову. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Соколов Василий. И многие меня знают под псевдонимом «Вася Каратист». Как я понимаю, сейчас вы хотите, чтобы я, как и предыдущие двое участников и следующие, если не особо шесть участников, рассказывал о своих исключительных качествах, почему именно меня должны вы выбрать в качестве самого лучшего парня универа. Ну, собственно говоря, что хотелось бы сказать. Потому что я самый крутой в этом универе, я и так об этом знаю. Если кто-то об этом не знает, то это Ваша проблема. Уважаемые жюри, я верю в Вас и Ваш правильный выбор. Ну и, собственно говоря, всё впереди. Увидимся. До скорых встреч. Спасибо, Василий, за такое интересное представление. И теперь слово передаётся Аюру Чонжурову. Всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Чонжуров Аюр. Ротом я из Солнечной республики Бурятия. Кучусь я на третьем курсе Института спорта и физического воспитания. Являюсь здесь ещё спортсменом. Кандидатом мастера спорта после бейсбука. Кандидатом мастера в Москве, также являюсь профессиональным тренером. Как я о себе рассказал, также я хочу сказать, почему я должен быть мистером в Уске. Возможность это преодолеть себя для меня – это одно из самых ценных свойств в жизни. Я готов быть свидетелем, и я сделаю всё возможное, чтобы стать им. Спасибо, Аюра, за такое представление. И теперь слово передаётся Михалёву Тимофею. Рад всех приветствовать, уважаемые члены жюри, зрители и коллеги. Очень рад поучаствовать в конкурсе «Мистер Гуф Смит 2021». Немного хотелось бы рассказать о себе. Меня зовут Тимофей Михалёв. Я студент второго курса в кафедре тяжёлого атлетических видов спорта. Почему именно я должен стать мистером Гуф Смит 2021? Толком на этот вопрос я не нашёл ответа. Но для меня это просто как повод показать себя и показать то, на что я способен. Спасибо большое, Тимофей. И теперь слово передаётся им Роману Гущину. Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Роман Гущин, мне 19 лет. Я учусь по специальности организации «Работаю с молодёжью». Я понял важность своей профессии 5 лет назад, когда начал заниматься общественной деятельностью. И с тех пор я пытаюсь доказать, что быть проактивным – это круто, модно и молодёжно. Но я, как патриотность нашего университета, для меня очень важно, чтобы мистером Гуф Смит стал самым достойным из нас. Пусть его выберут жюри и наши зрители. А я лишь приведу несколько аргументов, почему стоит выбрать меня. Во-первых, смекалку, мужество, честность, ответственность и самодисциплину мне привили в кадетском училище. Во-вторых, своё остроумие, образованность и широкий кругозор я регулярно показываю на квизах внутри университета и за пределами его. И обязательно... Так, Роман, спасибо, твоё время вышло. И теперь наш виртуальный микрофон передаётся Руслану Зубакину. Спасибо всем за интересные рассказы. О тебе, всем зрителям, хочу я рассказать и сделать в стихотворной форме это. И каждому из вас хочу я показать, каких любимый вуз взрастил поэтов. Меня зовут Руслан, профессионально спортом занимаюсь. Люблю я развиваться и книжечки читать. Учиться на отлично я всегда стараюсь. Люблю всем сердцем я мечтать и сочинять. Люблю себя на прочность испытать. И я всю душу в этот стих вложил. Хочу я мистером Ргув Ксмита стать. Но почему я статус этот заслужил? И важный свой секрет вам всем доверю. Отвечу я на главный ваш вопрос. Я победитель и в силы собственные верю. А с настоящей верой, неважно кто я и где рос. Спасибо. Спасибо, Руслан. И слово передается Даниилу Макееву. Всем привет. Рад приветствовать вас на этом самом лучшем мероприятии института. И меня зовут, как сказали, Михеев Минил. Я учусь на втором курсе педагогического образования. О себе я могу рассказать, что я занимался плаванием 6 лет. И могу сказать, что для меня это очень хороший опыт. Я всегда стремился и буду стремиться в каждом для меня начинании. Почему же я должен стать мистером Ругуф Ксмит? Я считаю, что это достойное звание, поскольку заслуживает это звание не каждый из студентов, а тот, кто активно себя проявляет в каких-то мероприятиях, помогает в проведении мероприятий. Так же, как я когда-то помогал в прошлом году в нашем институте. И сейчас я тоже стараюсь принимать большую активность в этом. Также я могу сказать, что я участвовал на разных мероприятиях. Так же, как организация чего-то мира по планерам. Итак, спасибо, Даниил. И теперь слово передается Николаю Добрякову. Всем привет. Как и сказали, меня зовут Добряков Николай. Я учусь на втором курсе на кафедре тяжелоатлетических видов спорта. Являюсь действующим спортсменом. Счастлив, что поступил в университет своей мечты. Занимаюсь музыкой, пишу музыку, играю на пианино, гитаре. Как бы это ни было странно. Говорят, спортсменов нет слуха. И невозможно быть хорошим музыкантом. Но я думаю, что невозможно стать мистером Барбуха-Смит. Но я попробую, так как смог совместить эти вещи. Спасибо. Спасибо большое за презентацию. Итак, мы познакомились с участниками, и пора переходить ко второй части дебата. Каждому участнику была заранее определена тема и позиция «за» и «против». Мы будем работать в следующем формате. Сначала каждый участник защищает свои позиции в течение одной минуты. Далее участники с одинаковой темой задают друг другу вопросы. У нас нечетное количество участников, поэтому кое-кому вопрос задавать буду я. На ответ дают также одна минута. А нашим зрителям я напоминаю, что проголосовать за понравившегося участника можно будет в сторис Инстаграм РСУ Плайв сразу же после окончания дебата. Право голоса я передаю первой паре участников. Саирову Хасану и Гущину Роману. Они будут обсуждать налоговый вычет по НТФЛ для занятий физической культурой и спортом. К сожалению, Хасан не вышел сегодня на связь, поэтому он выбывает из конкурса. Роман Гущин защищает позицию «за». Роман, тебе слово. Почему так важен и нужен вычет по НТФЛ на занятия физической культуры и спортом? Налоговый вычет позволяет вернуть деньги, потраченные на занятия физической культуры и спортом, обратно. Тем самым сделать эти занятия дешевле и доступнее, а значит и популярнее. Для выпускников и студентов нашего университета это хорошо и тем, что у них появится больше клиентов, а значит и возможность зарабатывать больше. При этом не нанесет никакого ущерба налоговый вычет, поскольку он уже есть на другие сферы, например, здравоохранение или образование. Но можно ли экономить на этих вещах? Я думаю, что вопрос реторический. Спасибо за внимание. А теперь, Роман, тебе вопрос от меня. Как ты считаешь, вырастут ли цены абонементов в бизнес-клубах из-за этого налогового вычета? Я думаю, что налоговый вычет происходит из федерального бюджета на средства налогоплательщиков. И от этого денег никаких не теряют ни владельцы спортклубов, ни сердца, ни кружков. И цены будут мало того, что оставаться на таком же уровне, так еще будут более доступными, потому что станут дешевле. Спасибо, Роман, за ответ. А следующую тему будут обсуждать о Василии Соколов и Данииле Макееве. У них очень актуальный вопрос равенства мужчин и женщин для работы. Позиция против закреплена за Василием, поэтому слово передается ему. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Соколов Василий. Также я известен под псевдонимом Вася Каратист. И с февреча начал готовить минут где-то 10 назад. Итак, что хотелось бы сказать, то что женщины и мужчины, на мой взгляд, не равны изначально. Как говорил покойный Марк Каддафи, настоящее угнетение женщины – это заставлять женщину скалывать наравне с мужчинами. Женщина должна изначально находиться. Она – это возвышенное существо. Она изначально находится на каком-то педестале. Это же прекраснейшее существо во вселенной. И, собственно говоря, что хотелось бы еще сказать, то что женщина прекрасна самоприятия. Это мы, мужчины, должны каждый раз доказывать, что мы чем-то отличаемся. Например, мы можем сходить на охоту, убить какое-то мясо, понести его домой и вкусно приготовить. Но также хотелось бы закончить тем, что наше прекрасное половинное человечество, к сожалению, по своим анатомическим способностям, по своим физиологическим способностям не может выполнять ту работу, которую можем выполнять мы. Отлично. Спасибо, Василий. И теперь наш виртуальный микрофон передается Макееву Даниилу. Всем здравствуйте. Я за позицию, за то, что мужчины и женщины должны быть равны для работы. Так как я начну с своего выступления того, что что такое равны в такой постановке вопроса. Если мы говорим о равенстве возможностей для реализации потенциалов, то женщины и мужчины, они равны той или иной работе при любых обстоятельствах. Потому что каждый имеет право на свое мнение, свою позицию, свое хотение, в чем он хочет развиться. Также могу сказать, что если мы говорим о разнице результатов, то тут тоже вопрос заключается в том, как человек покажет себя и проявит в том или ином деле. Поэтому я не могу согласиться с Василием, потому что мне кажется, что полиция равноправия, это наоборот хорошо. Отлично, Даниил. Василий, ты можешь задавать вопрос оппоненту. Итак, мой уважаемый оппонент, что хотел бы сказать. Вот вы утверждаете то, что женщины и мужчины равны для работы. Вы утверждаете то, что женщины могут работать во всех областях наравне с мужчинами. И то, что среди них есть такие же великие ученые, мореправатели, генералы, одерживающие героические победы. Назовите, пожалуйста, 10 великих ученых женщин, которые изменили мир. Или хотя бы просто 10 великих ученых женщин. Так, Даниил, у тебя на ответ одна минута. Ну, назвать я не смогу даже какого-то ученого мужчину, потому что я не разбираюсь в этой области и не интересуюсь в этой определенной области. Но могу сказать то, что если женщина захочет пойти и стать ученым, она добьется в этом успех. Потому что тут уже зависит от умения человека. Если человек умеет и жаждет это, значит он добьется в той или иной сфере. Спасибо. То есть их нет, что ли? Почему бы их хочется назвать? Да, спасибо за ответ. Что ты, Вася, говоришь? Да вот я думаю, что их что, нет, что ли? Почему мой оппонент не может их назвать? Вася, у нас нет свободного диалога сегодня, поэтому у нас сокращенная версия дебатов. Вопрос заключается в том, что почему ты считаешь равноправие мужчины и женщины не должны быть, поскольку мы же имеем, каждый из нас имеет свободу выбора, свободу действия. Почему женщина не может быть равна мужчине, так же как мужчина наравне с женщиной в плане работы? Не совсем понял ваш вопрос, но, опять же, что хотел сказать. Можно заново? Да, давай, давай. Да просто я вопрос немного понял. Данил, можешь это еще раз сказать? Простими словами. Почему ты считаешь, что равноправие приведет к негативным моментам в плане работы для мужчин и женщины? Давай будет так. Все, вопрос. Вопуска? Время начинается? Да, время начинается. Итак, уважаемые коллеги, только что мне мой оппонент задал вопрос, собственно говоря, который, на мой взгляд, был сформулирован немного некорректно, потому что я не говорил такого, что мужчины и женщины априори не равны. Я, наоборот, считаю то, что была первая волна феминизма, а потом он почему-то превратился в какой-то радикальный феминизм, где как раз-таки нам почему-то они доказывают своим подругам, что если вы не боретесь за свои права, которых у них вполне хватает, которых у них более чем достаточно, почему-то они, значит, их унижают, насилуют, и грабят, образом говоря. Я считаю то, что мужчины и женщины, да, они равны, но, тем не менее, какую-то работу мужчины могут выполнять более качественно, более хорошо из-за своих анатомических и физиологических способностей. Спасибо. А следующая пара участников – это Тимофей Михалев и Руслан Зубаки. Они будут обсуждать обязательное распределение бюджетников в разные уголки страны после окончания вуза. Позиция «за» закреплена за Тимофеем, поэтому ему передается слово. Что хочется сказать насчет моей темы по поводу обязательного распределения бюджетников на работу в разные уголки страны. Многие знают, что в наше время все сталкиваются с такой проблемой, что 50% населения работает не по специальности. Данное решение поможет решить как раз-таки эту проблему. Также хочу подметить, что распределение бюджетников поможет развить отдельные регионы страны за счет новых специалистов в этой сфере. Также, как я именно считаю, на бюджет попадает не каждый школьник после окончания 11 классов. Это также даст стране, как это объяснить, хороших именно специалистов, знающих то, чем они вообще занимаются. Я думаю, все поняли, что я имею в виду. Также это возможность для молодежи, которые только получили образование, посетить какие-то новые уголки страны, развиться в чем-то новом, показать себя. В принципе, у меня все, я не знаю, что тут добавить. Спасибо, Тимофей. И теперь наш виртуальный микрофон передается Руслану. Спасибо, Тимофей. Давай окунемся в мир исторических фактов. В СССР существовало распределение студентов, потому что там была плановая экономика. Люди точно знали, что будет через 5 лет, какое количество рабочих нужно, какое количество продукции произвести необходимо. В России рыночная экономика, она нестабильна. Именно поэтому большая часть сектора экономики частная. Государственных предприятий попросту не хватит на всех бюджетников, поэтому они останутся без работы. Даже если их хватит, то из-за того, что главным критерием развития любой фабрики, завода и так далее является прибыль, то оно может закрыться, это предприятие. Поэтому студент потеряет свою работу. Также я могу сказать, что профессии, они постоянно развиваются, будут развивающиеся общества у нас. И именно поэтому через 2 года моя профессия может быть неактуальна или чья-либо. Поэтому студент не сможет развиваться и выполнить возложенные на него обязательства. И это не говоря о моральной точке зрения, о том, что нас ограничивают в свободе выбора. Итак, Тимофей, твой вопрос оппонент. Руслан, получается, ты утверждаешь, что большинство предприятий и профессий, они нестабильны. Потому что большинство профессий, они заключаются в том, что это государственные предприятия и рабочих мест на всех не хватит. Но также на это можно обратить внимание с другой стороны. Потому что во многих регионах России не хватает рабочих мест. Профессий очень много. И как ты ответишь на вот этот вопрос? Как заполнить рабочие силы теми профессиями, которых не хватает в этих регионах? У них не хватает рабочих сил. Как ты предлагаешь решить эту проблему? Руслан, у тебя на ответ одна минута. Спасибо, Тимофей. Я считаю, что вопрос должен подтверждаться конкретными фактами. Но в целом я могу сказать, что у нас достаточно много рабочей силы. И если ты посмотришь, у нас есть как высококвалифицированные специалисты, выпускники вузов, техникумов и так далее. Есть, так скажем, дешёвая рабочая сила среди тех, у кого нет высшего образования, либо же те, кто приехали там из-за границы. Поэтому есть достаточное количество резервов для того, чтобы заполнить все пустоты, если они есть. Поэтому это лишь проблема работодателя. Он должен обеспечить нужные качества работы, нужную... Ты готов пойти на то, что тебя ограничат в своей законной свободе? Да, там Эммануил Кант ещё связывал закон и свободу. И как ты считаешь, ограничение в свободе стоит ли того, чтобы заполнить рабочие места, как ты говоришь? Ты готов пожертвовать своей свободой ради этого? Я готов ответить на твой вопрос. Ты затронул тему свободы выбора. Но суть заключается в том, что при выборе образования мы сами делаем этот выбор. И я наоборот буду рад, если мне помогут после окончания бюджетного вуза, ну, после того, как я закончил бюджетное учреждение, то, что мне помогут как раз-таки с профессией, с рабочим местом, и мне не придётся много времени тратить, и я начну уже развиваться, как только кончу учебное заведение. Спасибо за ответ. Итак, следующий наш вопрос – это введение искусственного интеллекта в образовательный процесс. Этот вопрос будут обсуждать Алина Алимов и Юрий Самоходский. Позиция «за» закреплена за Алина. Поэтому, Алин, твой микрофон. Автоботы. Общий сбор. Итак, друзья, вы знаете, что роботизация – это необходимый процесс и неотъемлемый процесс 2021 века. Итак, начну свое обсуждение с того, что есть как плюс, так и минусы введения искусственного интеллекта не только в сферу образования, но и в остальные сферы жизни. Сейчас это активно применяется Западом, в основном США, и вы все знаете такого героя в этой области, как Илон Маск. Он трачет огромные капиталовложения на индустриализацию и развитие этой части. Так, и дальше. Если же мы введем искусственный интеллект в образовательную сферу Российской Федерации, то это приведет к следующим качественным изменениям. Упростится процесс образования в целом. Это ускорит научно-техническую революцию и научное открытие в различных областях. Также это приведет к упрощению дорожного движения, то есть беспилотное движение, что активно применяет Яндекс.Компании. И упрощение остальных процессов в различных сферах областях. Но мы должны понимать, что существует и обратная сторона медали. И если неправильно подойти к этому процессу, и могут... Все, Алин, спасибо, в свое время вышло. А какой у тебя есть вопрос для оппонента? Я бы хотел, чтобы оппонент раскрыл минусы и обратную сторону медали. Если же неправильно использовать искусственный интеллект, я бы хотел, чтобы оппонент высказал за меня мою позицию отрицательной стороны. Если использовать искусственный интеллект неправильно, то это приведет к человеческим спиртям. Итак, ребят, спасибо за интересный диалог. И так как в дебатах у нас нечетное количество участников, то Николай Добряков остался без пары. Он защищает позицию в пользе социальных сетей для студентов. Николай, можешь начинать? Здесь одна минута. Да, спасибо. Мне достался довольно легкий вопрос, и ответ у него будет тоже достаточно простой. Социальные сети могут принести лишь пользу, во-первых, учеба в университете — это не только учеба, но и общение. Так, еще у нас в университете очень много дополнительных кружков, как английский, волонтерская деятельность, и без социальных сетей было бы довольно сложно связываться уже с этим. Приобщение к благотворительной деятельности — это все дают нам социальные сети. Общение с друзьями, одногруппниками — это все сплошные плюсы и минусов здесь просто быть не может. И это весь мой ответ. Он достаточно очевидный, я считаю, многие меня поддержат в этом. Все, Николай, спасибо за твой ответ. И у меня для тебя есть вопрос. Вот как ты считаешь, что если студент не сидит в социальных сетях, его можно считать от стола от жизни? Я считаю, это выбор каждого. Человек может же не общаться, ну, в плане не сидеть в социальных сетях по личному убеждению. Может, он любит читать книги, и все. Я считаю, наоборот, человека уважаю, потому что он не такой, как все. Мне кажется, это правильно, и надо уважать мнение каждого. И теперь последняя пара участников. Это Михаил Максимов и Аюр Тюнь-Журов. Они обсуждают вопрос переселения людей на Марс. На Марс — это мир шире и реальность. А первым у нас выступает Михаил Максимов. У него позиция «за». Снова здравствуйте, коллеги. Вот у меня очень легкая тема, но в то же время и непростая. То есть, если трезво оценить ситуацию, то в ближайшие 30 лет, к сожалению, это невозможно. Переселение на Марс может быть даже и больше, лет 30-50. Но об этом будет говорить мой оппонент, а я буду все-таки тянуть веревку «за». И все-таки есть очень главный аргумент. Честно говоря, не готовился, но вот сходу сейчас расскажу. О том, что в мире сейчас огромная проблема с перенаселением. Демография зашкаливает. В Китае огромные проблемы с плотностью населения. И эту проблему можно решить, если найти возможность как-то открыть второе дыхание, второе место вообще во Вселенной, куда можно было бы отправляться на отдых или, может быть, просто вот... Спасибо, Михаил, за ответ. Твое время и стекло. Теперь наш виртуальный микрофон передается Аюру Чунджурову. Еще раз я выступаю за позицию против СМИ. Я считаю, что в ближайшем будущем, в ближайшее время, перенесение на Марс возможно. Так что, когда нужен космический прорыв в сфере ракетностроения или кораблестроения, также для этого нужно разработать различные грузовые и пассажирские корабли. Грузовой корабль будет достаточно для отправки всех необходимых материалов, чтобы построить различные сооружения для деятельности. И также нужно перевести специальную технику, чтобы все непосредственно исполнять. Пассажирские нужны для перевозки большого количества людей, так называемых эллинизаторов. Во-вторых, это вопрос финансирования. Для всего вышеперечисленного нужно огромное количество средств, так как нужно будет разработать особое топливо и двигатель этих же самых кораблей, которые будут способствовать сокращению перелета от Земли до Марса семи-восьми месяцев, ну хотя бы таких лет. Представим, что все вышеперечисленное будет соблюдено, тогда же возникают следующие проблемы, например... Аюр, спасибо за ответ, твое время и стекло. Теперь слово передается Михаилу. Михаил, какой у тебя вопрос к Аюру? Ну вот, Аюр очень много рассказывал про финансирование, про деньги, а вот если все-таки посмотреть, что будет нехватка природных ресурсов, и все-таки, что важнее, жизнь или конец света? То есть, как бы, как вот ответить на такой вопрос Аюр? То есть, вот именно вот что важнее? Вот переселиться на Марс, но остаться, так скажем, в живых и продолжать жизнь, или вот настанет конец света из-за нехватки природных ресурсов? Аюр, у тебя на ответ одна минута. Спасибо за такой интересный вопрос. Ну, вообще, начнем с того, что сейчас на Марсе природных ресурсов как таковых нет, так как у нас... Чтобы лететь на Марс, необходимо те же самые знания в познании биологии и химии, чтобы построить определенные растительные плантации. Также должны быть, повторюсь еще раз, соответствующие знания в биологии и химии для выращивания растительных культур и введения из катаводства. Ну, пока это невозможно. Но я все-таки выбираю пока, что... Как бы это пессимистично не звучало, пока я выбираю, что конец света. Потому что все неизвестное, оно как бы немножко, правильно сказать, пугает, неизвестно. Да, Аюр, спасибо за ответ. И какой у тебя встречный вопрос оппонента? Встречный вопрос оппонента у меня будет такой, как... А что будет, если все те люди, которые вложились в это дело, то есть они... Ну, прогорят, наверное. То есть все-таки не получится. Ну, если не попробуешь, значит, не узнаешь. Ответ очень короток, чуть-чуть поясню. Что, в принципе, нужно пробовать. И если ты знаешь, что это тупиковый вариант дожить жизнь вот так вот спокойно, ничего не попробовать. А если ты попробуешь, но прогоришь, ты ничего не потеряешь. Но зато, если ты попробуешь и откроешь для себя новое место, новое дыхание, новую жизнь, это будет... Ну, это запомнится надолго. Спасибо, Максим, у Михаила за ответ. И мы переходим к нашей финишной черте. А каждый из вас сегодня показал умение отстаивать свои позиции и вести диалог. У кого получилось круче, решать члены жюри и подписчики нашего Инстаграма. А зрителям я напоминаю, что проголосовать за понравившегося участника можно в историях Инстаграма RSUP Live. И на этом я хочу попрощаться со всеми участниками и зрителями наших дебатов. Впереди еще два напряженных этапа конкурса Мистера Дуб Смит 2021 года. Как принято говорить у гладиаторов, и пусть победит сильнейший. Всем успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова